Я все время ищу правильных людей для своей компании. Но как понять, кто из кандидатов будет добиваться реальных результатов? Теперь это возможно! Skilex создает для кандидата условия и задачи, максимально приближенные к реальным в форме увлекательной игры. Выбрав удобное время и место, они сами проходят ее за пару часов. При этом я не трачу время на десятки собеседований. Рекомендую этот сервис владельцам компаний и менеджерам любого уровня. Просто регистрируйтесь, отправляйте приглашение и делайте обоснованный выбор. Сделано на podfm.ru MediaFresh Возьмем опыт лучших специалистов в области публичных коммуникаций. Добавим немного креатива. Разбавим лучшими мировыми трендами. Полученную смесь употреблять раз в неделю строго под назначением. MediaFresh Друзья мои, если вы слушаете этот выпуск, значит вы включили MediaFresh на podfm.ru Меня зовут Екатерина Кононова. И сейчас мы будем разговаривать с моей тезкой, с девушкой, с которой мы не виделись, наверное, года три. И как же мы познакомились и почему она сейчас сидит в эфире, мы узнаем сразу после подводки. Екатерина Богомолец, 23 года, руководитель СММ отдела агентства СОДБИ. Закончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета с красным дипломом. Заканчивает магистратуру в высшей школе журналистики и массовых коммуникаций СПБГУ направления связи с общественностью. Главное профессиональное достижение выстроило в интернете с нуля имидж узкоспециализированного бренда как одной из лучших компаний в отрасли. Мечта стать профессором Калифорнийского университета в Беркли. Катя, привет! Ты помнишь нашу первую встречу с тобой? Ой, привет, Катя! Я помню, мы были конкурентами, ты смотрела на меня как на злейшего врага. Ну так оно, в принципе, и было. До того момента, пока ты не покинула этот волшебный конкурс Мисс Масс Медиа. Не надо вот тут наговаривать, покинула, будто бы меня там вышвырнули. Нет, ты ушла сама, потому что для тебя учеба была на тот момент выше всего, правильно? Да, мало что изменилось на этот момент, поэтому... Я хотела с тобой на эту тему и пообщаться, потому что все люди, которые приходят, практически все, ну, 80% тех людей, которые у нас были на Медиафрэш, говорят, образование коммуникационное бессмысленно. А учиться в магистратуре, в аспирантуре вообще не стоит. А вот ты пример того, как все-таки учеба помогает тебе не только получать какие-то знания, но и применять их на практике. Расскажи, пожалуйста, об этом. Катя, я слушаю твои подкасты, и меня каждый раз просто до глубины души возмущает, как все бурно и как-то очень резко осуждают наше образование. Мне кажется, что ребята просто не там учатся. Я не была в других университетах, я сама учусь в СПБГУ, факультет журналистики, сейчас это высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, у нас такой ребрендинг. Но я могу сказать, что там можно получить все, зачем ты пришел... Ну, ты знаешь, это как с магазином. Ты вот идешь в супермаркет, ты себе, Катя, пишешь список, что надо купить. Вот я себе тоже пишу список. А некоторые приходят и ходят, 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 пауки, и выходят с пустой корзинкой, говорят, там ничего нет. А что там может быть, если ты не знаешь, что ты искал? Вот то же самое перед походом в университет. Нужно составить себе список, что ты хочешь от него получить. То есть, ну, я вот, я опять же, я не могу говорить за другие университеты, я скажу про наш. У нас можно получить практические навыки, можно получить какой-то базис просто культурный, то есть там тебе дадут литературу, историю, культуру, религию, там, экономику, политику, ты можешь разбираться в этом всем. И тебе могут дать какие-то основы и возможности для развития тебя как ученого в сфере коммуникации. То есть, у нас по практике есть замечательные творческие студии, спецсеминары, их сейчас ведут практики преподаватели. Это, мне кажется, нововведение последних там двух-трех лет, когда у нас стали допускать к преподаванию людей без степени. То есть, у нас там есть почасовики, у нас Вероника Сосуева преподает, у нас преподает Владимир Маринович, который вот выгода и гет-такси. У нас преподают люди, которые знают пиар на практике, и они приходят и делятся своим опытом. И это очень здорово, потому что это вдохновляет, на их пары ходят по субботам к девяти утра и в полном составе группы, потому что мы действительно пытаемся что-то у них взять, что-то впитать. А ты думаешь, это потому что самая престижная вуз Петербурга, и все думающие пошли туда, или как-то по-другому обстоят дела? Я думаю, что здесь дело не только в студентах, но и в работе администрации, и там руководителей кафедр отдельно. То есть, вопрос о том, кого брать в преподавателей, решается на уровне кафедры и факультета. И если кафедра и факультет хотят держать марку, то они стараются брать действительно стоящих людей, которые будут делиться с нами знаниями. А как ты думаешь, пиар-специалист, специалист в области СММ, он должен обладать каким-то таким базисом коммуникационной, прям такой подложкой, или все-таки это больше прикладные вещи? Вопрос хороший. Ты знаешь, это не помешает. То есть, это не всегда поможет. Конечно, то, что я много читала из-за университета, или много чего-то выучила, это никак не скажется на моей группе во ВКонтакте, на группе моего заказчика. Ну, может быть, я не перепутаю какие-нибудь картины или что-то, но это не настолько важно. Но если ты выбираешь себе сферу исследования, например, того же диплома курсовой, сферу СММ, то ты просто будешь глубже погружаться в этот предмет, просто вынужденно из-за учебы. Так, сейчас у нас очень много типа СММщиков, которые сидели во ВКонтакте и решили, а почему бы мне не сидеть за кого-то еще. И у нас миллион одинаковых групп с перепостами перепостов-перепостов, и оно все действительно одинаковое, оно все уже скучное, это все уже плохо. И это все из-за людей, которые пришли и вот так вот голопом по Европам что-то пытаются освоить и пытаются урвать себе немножечко в этой сфере. Давай вот поговорим по поводу СММ-специалистов, это такая вот у меня просто больная тема, так как у нас тоже есть агентство, есть СММ-заказы, и я уже уволила за последний месяц трех СММщиков, я честно, я уже не знаю, что делать, не знаю, где их искать, потому что это сводится или к банальному какому-то, ну, невнимательности, да, и забывают, например, что-то сделать, а то, что критично важно в области продвижения в интернете. Или же происходит еще одна грустная вещь, они берут как раз контент, который люди не реагируют на него, для меня он прикольный, но для аудитории как-то вот вообще по нулям. Соответственно, расскажи, пожалуйста, как ты глава СММ-отдела, как ты набираешь людей, где ты их берешь, как ты их мотивируешь, как ты их контролируешь, все-все-все интересно, хотя бы ради меня. Ну, конечно, я расскажу. Я, вот сейчас мы взяли совсем недавно новую девочку в наш отдел, и я ее нашла в университете уже. Нам дали на продвижение, ну, просто на общественных началах, как просьба от кафедры конференции нашего факультета. Ну, и там были какие-то добровольцы, и, ну, во-первых, добровольцы – это люди активные всегда, они вызываются сами, они хотят чему-то научиться, это хорошо. И, во-вторых, я уже с ней посотрудничала вот в рамках этой конференции. Она еще молодая, но я ей там давала задания, она их четко делала, и сама что-то там придумывала, предлагала. Все, нам понадобился человек в агентство, пойдем. Сейчас я прочитала несколько лекций у нас на факультете в рамках курса по трендам в пиар в бизнесе, и вот буквально сегодня ко мне подошла девочка на факультете и попросилась к нам на практику в агентство, сказала, что ей интересно, давайте я приду попробую. Вот тоже как вариант, то есть это хорошая такая кузница кадров. Смотри, желающих у нас тоже достаточно количества, и люди, когда с ними даже поговоришь, они рвутся, и даже что-то уже когда-то делали. Но когда приходит понимание, что вот есть бизнес, который тратит деньги, и это не может быть просто там волонтерская работа, потому что есть цели, задачи, какие-то измеримые коэффициенты, которые нужны. Да, конечно, нет, у нас все наши сотрудники в курсе, на какую задачу мы работаем. То есть задачи могут быть разные, если у вас заказчик не Кока-Кола, то, скорее всего, задача это продажи. Да. Хотя очень многие говорят, что СММ это не о продажах, это об имидже, это ведь вот информационное поле. Нет, это все ложь, вы приходите через месяц работы к заказчику, он говорит, у нас было там столько-то первичных клиентов, они нам принесли столько-то денег, а вам мы платим столько-то. Вы себя окупаете или не окупаете? Если вы себя не окупаете, то до свидания, окупаете, давайте дальше работать. Никто не хочет получать какое-то там иллюзорное информационное поле. И наши все сотрудники, они в курсе, для чего мы работаем. То есть если нам кто-то заказывает вот эту вот лояльность аудитории, просто там какую-то упоминаемость, мы эти заказы отдаем ребятам, которые работают поменьше. Ну, потому что там нужно просто обеспечить упоминаемость, да. Это не так сложно, это можно спланировать, это можно там проплатить в крайнем случае, это все можно проконтролировать. Если у нас идут заказы по продажам, то это все контролируется. И здесь очень важен контакт с заказчиком, потому что мы делаем какой-то набор действий, совершаем какой-то набор действий, и мы смотрим, дает ли это что-то заказчику. Нам звонят, говорят, да, народ пошел. Мы продолжаем делать. Если мы делаем, народ не пошел, мы это останавливаем, начинаем новое. Ну, давай для наших служителей распишем, что, например, нужно делать, какие есть основные инструменты, чтобы как раз ту лидогенерацию и привести в норму. Смотри, у нас, я думаю, что у всех тут будет немножко разное положение, потому что кто-то работает в агентстве, кто-то работает на стороне заказчика, кто-то просто фрилансер, и он ни тем, ни тем, платите мне, я что-то буду делать. У нас, как у агентства, самый большой спектр того, что мы можем предложить, то есть у нас веб-студия, мы делаем сайты, то есть в случае чего мы можем подправить сайт. Мы делаем контекстную рекламу, мы делаем SEO, мы делаем продвижение в соцсетях, мы делаем продвижение в соцмедиа, то есть там еще форумы, блоги и все остальное, там какие-то агрегаторы социальные в случае необходимости, мы делаем медиапланирование, то есть весь интернет. И поэтому, если к нам приходит заказчик, вот у нас был забавный случай, пришел производитель канцтоваров, скотча, а сейчас ведь всем очень нужна SMM, всем срочно захотелось SMM, все в SMM и нам SMM. Ну, это скотч. Кому нужна группа во ВКонтакте скотча? Ну, серьезно. Ну, слушай, если там, конечно, фан... Забавный скотч, интересные фигурки из скотча, да никому не нужен скотч, никто не будет искать скотч через ВКонтакт. Ну, это да. И мы им говорим, ребята, или там вот там скрытым продвижением, да, может быть скрытым, можно продвинуть скотч. Нет, нельзя продвинуть. Скотч скрытым продвижением. Мы сделали анализ на весь Рунет, там, один какой-то полумертвый форум этих офис-менеджеров. Ну, мы же думаем, кто может заказывать скотч. Ну, в больших масштабах, наверное, это офис-менеджеры, да, если мы исключаем вариант с отделом откатов больших фирм, то окей. Мы пересмотрели весь интернет, нашли один какой-то, вот он еле дышит вообще, еле существует, форум офис-менеджеров. Привет, я секретарша. А ты? Ну, это работа разовая. Мы разместили там несколько ссылок, да, в рамках теневого продвижения, и все. Мы говорим, ребята, мы не будем продвигать это СММ, это скотч. Не позорьтесь, берите SEO и контекст. То есть у нас, как у агентства, у нас всегда есть выбор. Мы не должны навязывать какую-то ерунду никому не нужную. И это дает большую свободу, потому что я всегда могу сказать, что это будет неэффективно. И мне не нужно делать вид, что мы что-то можем предложить людям, если мы не можем. И это очень здорово, потому что я знаю, что очень многие берутся за какие-то проекты, изначально провальные, вот в сфере СММ. Ну, в основном это всякие B2B, да? То есть там скотчи, не знаю, стройматериалы. Но я тебе больше скажу. Когда мы были с Сашей Колдыбельной, мне нельзя произносить это имя вслух, так что если вдруг меня слышит двукорежиссер, удались, пожалуйста, на Селигере. И один из наших слушателей говорил просто невероятные вещи, что можно продавать и квартиры, и бетон, и вот всё-всё-всё как раз ВКонтакте через группу. Мы пытались ему объяснить, что это в принципе нерационально. Он просто с пены у рта кричал, что это возможно. Мы его поздравили, если он владелец такой группы, у него идут продажи. Но вот для меня тоже это странно, когда компании хотят делать то, что действительно им никак не принесет измеримое пользование. Ну да, ну здесь нужно просто объяснить заказчику, что это не то. Это делают все, а вам это не подходит. Мы вам это делать не будем. У нас агентство очень маленькое, такое маленькое и гордое. У нас заказчики постоянные, в основном на абонентском обслуживании. То есть у нас там год, некоторые полтора, два. И нам важнее сохранить какое-то там имя, да, чем сделать разовый проект на два месяца по продвижению бетона во ВКонтакте. Мы там бухаем кучу денег в эту таргетированную рекламу, нагоним каких-нибудь ботов, ура, бетон, группа, популярность. Ну, это просто глупо. Ну, давай вот вернемся к тому, что делать в компании, которая... Ну, давай мы придумываем что-нибудь. Пусть у нас там, что танцы, да, там измерим, есть абонементы. Какие инструменты мы можем использовать, чтобы привлекать туда людей? Вот это ли дегенерация. То есть я понимаю, есть партнерская программа, есть таргетинг, но я хочу, чтобы ты рассказала тебе это, Виктория, наверное. Танцам можно предложить продвижение в соцсетях по региону, скорее всего, если это местные танцы, то это ВКонтакт, да, там группа, развлекательный контент, реклама, всякий кросс-маркетинг, все, что полагается в этих случаях, какие-нибудь нестандартные активности в виде конкурсов, чего-то такого. Сейчас у нас, во всяком случае, большой популярностью пользуется скрытый маркетинг, то есть это работа на всяких форумах, работа на отзывных порталах. И можно так грубо скажу, не палят? Не палят. Все хорошо. Вот какие есть основные правила по взаимодействию, когда ты делаешь скрытый маркетинг? Правила не выделяться. Это самое главное правило у нас всегда. У нас основной костяк заказчиков – это медицина сейчас в агентстве. Ну, у нас по сарафанному радио, там, кто-то где-то работал, кто-то пришел. И если запалят, как ты говоришь, в этой сфере, то это все это крест. Ну, ты представляешь, там, хирургу, да, имя она там нарабатывала, операциями всю жизнь себе имя. А тут выясняется, что они пишут что-то поддельное. Так нельзя. Поэтому самое главное – это не выделяться, сливаться с толпой. Суть скрытого маркетинга в том, чтобы тебя не видели. И сколько нужно времени тратить на то, чтобы стать своим на форуме? Вот если я зарегистрировалась, сколько нужно там сообщений? Понятно, что в среднем это все. Ну, чтобы мне поверили. Ну, сначала нужно оставить в среднем, я думаю, 20-30 сообщений. Просто вообще каких-то совершенно ни о чем. Литература, котики, путешествия. А я люблю своего мужа, а у меня нет. Что-нибудь, что любят все. А потом уже работать. Ну, и опять же, это как-то перемешивать с… Ну, это называется поддерживающие сообщения. То есть сообщения ни о чем. И действительно такой эффект есть, что люди приходят от скрытого маркетинга? Ты знаешь, это зависит от сферы. Опять же, тот же там бетон и скотч – это бесполезно. Это работает в сферах, где нужно доверие. То есть высокий уровень доверия при покупке. Медицина нужно, там, обучение нужно. Какие-то сферы, которые ты спрашиваешь своих знакомых. Ты там вряд ли будешь спрашивать, не знаю, ребята, где вы скотч покупаете, или где купить ручку. Но, скорее всего, ты спросишь ребята у подружки, там, спросишь, ребята, какой у тебя фен? Мой поломался. То есть это те сферы, в которых люди спрашивают совет. Наша задача – дать эти советы. А у вас были случаи, когда действительно были моменты, когда владельцы форума, администраторы, модераторы блокировали, говорили? Мы поняли, что это было. Такое было вот за мой год работы в агентстве один раз. И мы это как-то разрешили просто за вечер. На самом деле владельцы форумов, они тоже не дураки и понимают, что мы им нужны. Я одно время продвигала одно издание у нас, хорошее издание, но все так делают, все продвигаются. И когда ты работаешь, ты всегда видишь своих конкурентов. Всегда. Просто красным по белому. И я всегда видела, что в разделах, там, общественно-политические разделы, самые топовые обсуждения коммерческие. Ну, они вроде не коммерческие, но их завели такие же маркетологи, как я. То есть это профессиональные форумчане, это люди, которые знают, за какие ниточки нужно потянуть, чтобы обсуждение пошло, чтобы оно пошло бурно и в нужное русло. А за какие ниточки нужно тянуть обычно? Я вот, честно, не совсем понимаю, потому что у меня был один опыт, работа именно самая, с маркетингом. Это были коттеджные поселки. Я, честно, чувствовала себя как домохозяйка. Я тогда молодому человеку готовила по пять блюд за вечер, а между тем, как готовила, садилась, и как раз вот эти по 20 сообщений на форумах. И несмотря на то, что у нас был хороший результат по упоминаемости, нас не удаляли, там были как раз конкретное название, я до сих пор не уверена, что это принесло конкретную, например, продажу дома. Ну, ты знаешь, здесь вопрос, принесло или не принесло какую-то продажу, он решается просто, нужен просто контакт со стороны заказчика. Контакт, который будет тебе говорить, откуда пришли люди, они должны это отслеживать. А как же то, что люди, вот семь касаний, да, они когда, например, увидели на форуме, они так, хопа, точнее не так, они сначала увидели рекламу в какую-то прямую, потом зашли, например, в социальные сети, потом посмотрели на форуме, потом увидели рекламу по телевизору и потом, не знаю, еще раз увидели рекламу в газете. И у них спросили, где вы это узнали, они сказали, мы не знаем. Они сказали, или мы не знаем, или они скажут, а по-моему по радио слышала, рекламы там вообще и не было. Да, такое тоже есть, такое бывает, это всегда забавно, но если вы оказываете комплекс услуг, ура, вам повезло, в любом случае это вы. А если вы не комплекс, тогда нужно оговаривать с заказчиком, чтобы они как-то это четко отслеживали. Ну, у нас вот самые такие, назовем это, ответственные заказчики, они прямо выспрашивают, у них там какие-то анкетки, откуда вы нас узнали в интернете, а где именно в интернете. Ну, потому что мы вот их продвигаем в интернете, у нас контекст, у нас SEO, у нас группы, у нас скрытые, да, откуда люди пришли. Мы сделали нескольким заказчикам, чтобы было проще отслеживать, ну и вообще это такая мотивация неплохая, там скидка на что-то для подписчиков соцсетей. Отлично. Люди подписываются, причем подписываются даже на случай, а вдруг мне когда-нибудь это пригодится. Группы растут, перепосты растут, хорошо, и когда человек приходит и говорит, а я ведь подписчик, дайте мне скидку, там на стороне заказчика уже знают, что это работает. Ну да, с другой стороны, скрытый маркетинг, знаешь, такой скрытый-скрытый, потом такой, ну если что, у меня есть скидочная карта, только для вас. Нет, до этого мы никогда не доходим, это, причем у нас, были заказчики, которые пытались ввести какую-то такую систему, ну всем заказчикам всегда хочется сделать дешевле. А вдруг это не работает, мы зря за это платим. Но чтобы выяснить, не зря ли вы за это платите, нужно сделать хорошую систему фидбэка от ваших клиентов, и все. Это уже, ну, не наша задача, а задача заказчика. И заказчики у нас, которые ответственно к этому подходят, вот, они выдают нам информацию, и мы сами по мере необходимости сокращаем там количество инструментов или площадок. Ну потому что распыляться там на 15 площадках, на площадках по тому же скрытому маркетингу, если работают 4, нам незачем. И им незачем. Они платят нам за объемы, им это просто не нужно. Там распыляться на все соцсети, вот бывает тоже, мы хотим быть везде. А давайте, а давайте мы будем в Форсквэре, там какая-нибудь, я не знаю, клиника пластической хирургии. Вы уверены, что вы хотите быть в Форсквэре? Да, мы уверены, что мы хотим быть в Форсквэре. Хорошо, пробовать, пробовать всегда хорошо. Вообще заказчики, которые хотят пробовать, это самые золотые заказчики. Мы с ними пробуем там, ну, мы еще, еще никто не пробовал сделать клинику там, на Форсквэре. Мы попробовали. Кто-то чекинится, круто. Выхлопа большого нет, ну, это объяснимо, это понятно. Пробовать можно, но по результатам каждой пробы нужно делать какую-то сборку, что вообще подействовало, а что нет. Потому что иначе вы будете пробовать, пробовать, пробовать что-то, и вы никогда не узнаете, что там из 10 площадок вам одна приносит клиентов. Слушай, а вот давай про новые площадки поговорим. Как раз в прошлом выпуске, еще с одной тезкой, мы общались, потому что Google+, сейчас активно SEO-специалистов подключает для того, чтобы продвигали эту платформу. Я недавно включила телевизор, там телеканал A1 делает видео-чат с певцом Кравцем. Поэтому я уже честно не знаю, может быть, Google+, возвращается? Да, все бегом в Google+. Ребята, сворачиваем группу ВКонтакте, переходим. Здесь тоже нужно смотреть, есть ли там ваша аудитория. То есть, ну, на какие-то мертвые площадки идти даже пробовать не хочется. Тут мы вот с тобой до эфира говорили об одноклассниках. Тоже стоит избегать стереотипов. Например, в Петербурге одноклассники считаются мертвой, никому не нужной площадкой, там помойка, они вот-вот загнутся, вот осталось 5 минут, и все, последняя старая тетка оттуда убежит, и все закончено. Ребята, не торопитесь. Но нет, они живут в некоторых регионах, это основная соцсеть, и если вы работаете с регионами, то вам стоит проанализировать аудиторию, есть ли там ваши люди, потому что иногда они там есть. И ставить вот такой вот жирный крест, я сегодня только на косе читала 10 причин, почему я люблю одноклассники, там, представитель одноклассников рассказывала об этом, конечно же. Мне много платья. Нет, не много платья, она права, это действительно где-то основная соцсеть, это соцсеть с более-менее живыми людьми, потому что... Более-менее, они там вообще не умерли, переворачиваются. Нет, не в том смысле, а в смысле ботов, потому что в ВКонтакте сейчас просто, я говорю, перепосты, перепостов, перепостов, ко мне там каждый день десяток человек стучится. Подписчиков наращиваешь. Подписчиков. Я наращиваю, это они наращивают подписчиков и пытаются меня им сделать. То есть, ну, и это ведь аудитория, она абсолютно некачественная. Вот эти вот боты. Нет, я не говорю, что ВКонтакте... А кто думает, сколько процентов сейчас? Много. Не знаю. 98, и мы с тобой вдвоем живые. И мы вдвоем с этим переписываемся. Нет, действительно много. Но живые есть, это радует, они активничают, они что-то там перепощивают, они пользуются нашими скидками, и спасибо им за это. Но это я говорю к тому, что списывать со счетов какие-то соцсети, которые непопулярны у нас, там, например, в профсреде, да, но этого не надо делать. То есть нужно и на мейл, на мой мир сходить, да? Если там есть ваша аудитория, то вам придется идти на мой мир. Я вообще, когда стала работать в этой сфере, у меня есть аккаунт в Одноклассниках, я там общаюсь с людьми из вот других регионов, которые у меня знакомы. Из другого мира. Люди из другого мира, из мира Одноклассников. Оранжевый мир с яркими смайлами. Я сижу на Фейсбуке, там у меня своя аудитория, тоже люди, ну, на Фейсбуке вообще тоже такие интересные стереотипы, там, люди взрослые и богатые сидят на Фейсбуке. Да, возможно, а может быть и нет. Скорее всего, это люди, у которых есть какие-то знакомые за границей, потому что иначе с ними не свяжешься. Скорее всего, это люди, у которых есть знакомые в регионах, где основная сеть, там, Фейсбук, например, та же Москва, да, считается сейчас. Ну, там, богатые, взрослые, вот, если вам в Петербурге нужно продвинуть что-то для богатых и взрослых, идите на Фейсбук. Ну, слушай, на сегодня утром был случай с молодым человеком, я говорю, покажи своего брата, он такой, не могу, я говорю, нет его ВКонтакте, он такой, нет, я говорю, ну, может, на Одноклассниках, он такой, нет. А, говорит, может, мой мир? Я говорю, погоди, сейчас, в итоге мы реально нашли его на моем мире. Вот, вот и я о том и говорю. Нужно всегда смотреть под каждого заказчика, под его аудиторию, какую-то площадку, потому что вот эти вот универсальные штуки, они не работают, и какие-то стереотипы, они не работают тем более, потому что у нас вот был заказчик с аудиторией, там, тетечки региона, да, но заказчик местный, но у него целевая аудитория, там, больше 50% от регионы, чтобы к ним приезжали. Ну, слушай, там же не такие стильные возможности для продвижения, что вы использовали? А каких возможностей там нет? Чего-то, чего там нет? Вот того, что есть во ВКонтакте. Во-первых, там, в отличие от ВКонтакта, есть возможность приглашать не друзей в группу, и это, между прочим, очень неплохая возможность, потому что с тех пор, как ВКонтакт это обрубил, все изворачиваются просто как могут, этими мероприятиями, в которые все приглашают, а ты через мероприятие перейди в группу, и вдруг ты там останешься. Ой, мой метод тут запозорила. Я не запозорила, мы тоже делаем этот метод, но я к тому, что инструменты, они есть такие же и где-то даже удобнее, то есть что-то там браковать сразу же не стоит, нужно просто посмотреть, ну, мы просто всегда исходим из аудитории, из аудитории заказчика, потому что там иногда лучше взять что-то, что мы презираем, ты прости от меня, одноклассники. Надеюсь, они не будут нас слушать. Да, но если это будет эффективно, то почему нет? Очень многие сейчас списывают, ну, или просто не знают, я не знаю, если честно, чем это объясняется, я вот с кем общаюсь из профессиональной тусовки, и мы обсуждаем, как можно продвигать их проекты, там, какие-то идеи, маленькие мозгоштурмы дружеские, там, всякие социальные агрегаторы новостей, да, но это же отличный инструмент для продвижения, там, сайтов, если у вас есть новости, для продвижения, там, каких-то изданий, ну, и для продвижения отдельных людей, да, если у них есть сайты, это хороший инструмент, но все создают группу во ВКонтакте и работают в группе во ВКонтакте, нужно просто пошире посмотреть, интернет, он большой, там можно работать. Ну, это, да, шоры на глазах, чтобы по одному направлению двигаться. Что думаешь по поводу Инстаграма, всех там, вот, то, что Твиттер сейчас допустил новый сервис, и, там, не знаю, Пинтерест? Это, ну, Пинтерест, по-моему, он как-то не особо пока популярен у нас, да, ну, все пытаются туда как-то немножко войти, мы тоже пытались с одними заказчиками, но потом решили, что распыляться туда пока не стоит. Что касается Инстаграма, я сама, вон, тебя только что сфотографировала, сейчас выложу, у многих это сейчас основная соцсеть, вообще сейчас все говорят, это любимая тема моего шефа на работе, привет, Игорь, что все переходят на смартфоны, и все-все сейчас будет в смартфонах, если вы не продвигаетесь где-нибудь в смартфоне, то все, вы не в теме. И Инстаграм очень хороший инструмент, но, опять же, если вам есть что выкладывать, если там есть ваша аудитория, у меня вот подруга сейчас пиарит кондитерскую, и они сделали очень клевую штуку, конкурс тортиков, то есть ты выкладываешь в Инстаграм фотографию тортика, их, которую ты купил, со специальным хэштегом, специальное приложение на сайте по этому хэштегу выдергивает фотографии из Инстаграма, выкладывает их автоматически на сайт, и там идет голосование. Ну это же классно, ну правда, это круто. Это классно, но все ли люди, которые покупают тортики, обладают Инстаграмом? Нет, не все. Ну то есть там уже поток есть, то есть из оффлайна в онлайн происходит. Да, то есть цель перевести людей из оффлайна в оффлайн и в онлайн, и суть ведь еще в том, что таким образом все узнают, что они купили там тортик, все узнают, что человек там соревнуется за что-то, там еще идет голосование на сайте, и победителю еще выдадут еще один тортик. И, ну, тортики, это ведь классно, правда. Это классно. А вот что делать, если, например, набрать Инстаграм как из онлайна в оффлайн? Есть вообще? Там же таргетинга никакого, там рекламных возможностей, только собственный креатив и какие-то интересные вещи, которые ты выкладываешь. Как, например, те люди, которые получают огромное количество лайков, эти многотысячные аккаунты? Я знаю, что на каком-то этапе можно было накручивать масс-фолловингом, можно было использовать специальные программы, сейчас-то все запретили, и я смотрю, есть у меня активные люди, но, во-первых, это лидеры мнений, которые и так уже популярны, они опять же из оффлайна в онлайн переводят. А вот те люди, которые становятся популярны благодаря вот именно Инстаграму, я вот никого не узрела. А ты не слышала очень классную новость про Инстаграм Рамзана Кадырова? Я только что про него подумала, но, знаешь, я честно хотела даже с тобой это обсудить, потому что я и преклоняюсь, я так залипаю. Это такой классный Инстаграм, это, по-моему, лучший Инстаграм политика, правда, он настолько непосредственный, все вот эти вот, открылась очередная инстаграмовская ложь, то есть там решение государственных проблем через Инстаграм, ну это классно. Я реально, я так умиляюсь, даже не то, что политика, вот для меня это лучше топ, топа-топ, но опять же, он известен в России, да, он известен, думаю, уже на мировом сообществе, и на него подписываются люди, которые уже подсели. Они видят какой-то вот реально отклик, они видят интересный контент. Или вот, к примеру, что ты думаешь по поводу скандала Собчак и Канделаки, по поводу этого всего, и Рамзана Кадырова, знаешь, нет? Что за скандал такой? Ну, если вкратце, Навальный обвинил Канделаки в том, что она без тендера получила заказы аэрофлота, потом Собчак обвинила Канделаки, что она помогает раскручивать рамзановский инстаграм за 500 тысяч, нет, за 500 тысяч долларов, что-то там, или 50 тысяч долларов, там какие-то были суммы, которые я поняла, что я как-то неправильно ценообразование выстраиваю. После чего Канделаки начала отвечать Собчак, сначала я его написала в Твиттере, но перешла на Инстаграм, в Инстаграме вкладывала свои фотографии, вот такие огромнейшие посты. Слушай, ну, освоение всего этого политикой, это очень здорово и очень хорошо, мы двигаемся к успеху. То есть скоро будет всё прекрасно, да? Ну, идём к успеху, я вот сейчас, единственное, у нас это как-то не особо регулируется, у нас нет, ну, у нас ни в политике, ни в коммерческом секторе нет каких-то правил поведения, да, ну, у нас нету этики, у нас нет законов, тем более, мы все просто делаем, что хотим, все вот эти вот скандалы там, сотрудницами аэрофлота, всё вот это, там, обвиновата она или не виновата, она могла выставлять фотографии или не могла. А ты что думаешь? У нас это абсолютно никак не регулируется. Да, знаешь, я в рамках магистрской диссертации сейчас изучаю присутствие в социальных медиа вооружённых сил США. Пентагон. И у них, Пентагон, да, и у них есть такая книжечка Social Media Handbook, это свод правил по поведению в социальных медиа, если вы хотите завести себе аккаунты в социальных медиа, прочитайте вот это, и вы будете знать, что от них ждать. И вот там прописано, что вы являетесь представителем американской армии до тех пор, пока вас можно идентифицировать как представителя американской армии. То есть, если это переводить на язык офлайна, если парень подрался в баре, просто обычный парень, то он обычный парень. Если парень в форме подрался в баре, то он американский военный, он представляет уже армию. То же самое в социальных медиа. Если вы стюардесса, и по вам это видно, то вы представляете Аэрофлосс. И если вы просто какая-то Маша Глаша, то вы Маша Глаша радуетесь, выставляете, что хотите. Я думаю, что это правило очень хорошее для любой компании, и что если им руководствоваться, можно и сохранить имидж своей любимой организации, и самому не вляпаться. — Слушай, ну и про последнего героя спрошу. Влад Цыплухин, который почил просто в бездне. — Ой, ты, наверное, расстроена. Я сразу о тебе подумала, ты всегда о нём говоришь, а тут всё, ушёл. — Слушай, нет, нет, теперь он мне ближе стал, он спустился с небес, и теперь он просто... — А, где-то рядом. — Он где-то рядом. — Можешь надеяться. — Ну, слушай, мы с ним как-то даже лично знакомы, ты же не знаешь твою историю? — Нет. — Ты что, я за ним ухаживала, причём в офлайне. Я добилась личного знакомства, и мы даже одно время общались и в интернете, и в жизни, поэтому я рада, что он ушёл, в принципе, но для меня его образ всё равно как-то выше и сильнее, где-то Рамзан, да, потом идёт Цыплухин. А потом я ещё не придумала, на третьей строчке, поэтому скажи, что ты думаешь... — Место ваканта, да? — Да, можете присылать свои профили вот в комментарии к этому подкасту, я рассмотрю вашу кандидатуру. Вот просто помнишь, был какой-то такой эпизод, когда он сумел задать свой личный бренд, очень даже так активно, интересно, и почему это потом куда-то ушло? То ли я от него отписалась? — А куда он ушло? — Нет, я просто от него отписалась, теперь ничего не вижу. — Я от него не отписывалась и, в общем-то, слежу, но пока он был главой пресс-службы, он привлекал очень большую аудиторию, помимо девочек, которым он нравится. — Например, я. — Я ни на кого не намекаю. — Да можешь намекать, я в открытую говорю. — Главное, я намекаю. Помимо девочек, которым он нравится, он привлекал аудиторию какими-то инсайдерскими штуками, то есть он выдавал какую-то информацию о ВКонтакте, которую больше нигде не выдавали. То есть там, сегодня мы там, то-то-то, сегодня пришла молния от Зевса, я вот помню чудесное сообщение, там что-то они напортачили в своей пресс-службе, и вот молния от Павла Дурова вы вообще читать умеете. Меня это тогда впечатлило, что его там Зевсом называют, которые там молнии на них. — Как-то низвергает, но инсайдерская информация — это всегда интересно, какие-то такие вот личные штуки, и на фоне остальных аккаунтов, там, вроде бы представителей, но корпоративных, да, у нас как-то вот принято делать там и группы во ВКонтакте, и страницы, и страницы представителей какими-то более-менее официальными, да, то есть там все боятся что-то ляпнуть, у нас там вот какой-то развлекательный контент, и четко прописанные там какие-то посты, там, здравствуйте, с уважением, администрация, здравствуйте. А тут что-то настолько вообще свободное, что-то такое какое-то прямо вольное, и вот он и так и сяк это все описывает, и кажется, а мог ли он выдавать вообще это все, а мы это все видим, и это классно. Сейчас он ушел, и я думаю, что та аудитория, которая на него подписывалась ради вот этой инсайдерской информации, она должна была уйти. Ну, я точно не знаю, но, в общем-то, зачем следить, если он больше не выдает. Но он просто интересен как бренд, действительно, как личность, потому что он какие-то интервьюшечки там проводит, какие-то там что-то, какие-то проектики, что-то там постоянно у него. Вот именно проектики и что-то там, а вот какой-то конкретики уже нет. Ну ладно, Владимир. Вот эти там всякие новости из будущего. Нет, это, конечно, интересно, так что, если вдруг когда-нибудь Влад услышит этот подкаст, знайте, я вас любила. Как-то мило. Котики. А, и последнее, что хотела тебе спросить, я не могу, меня про социальные сети совсем захватили. Ты знаешь, есть такое сообщество, называется Атипичный Диджитал. Да, знаю. Ой, это вот эти вот товарищи, которые пиарились, мы о вас напишем, если только, а так мы о вас не напишем. Ты читала мою биографию? Я читала биографию, ты там была какой-то выскочкой кем-то совсем нехорошим, да? Это тот случай. Да, 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 когда я читала рэп. Ну, слушай, я думаю, что все, кто учился в университете на пиаре или смежных профессиях, помнят историю с агентством Промака. Ты помнишь историю с Промака? Сейчас я должна сказать, конечно, да, но нет. Это агентство, которое выходило на московский рынок очень интересным способом. Они разослали в СМИ фальшивый пресс-релиз об открытии какого-то магазина Светофор или что-то такое. Заплатили СМИ, а потом опубликовали список СМИ, которые опубликовали их пресс-релиз о несуществующем магазине с расценками. Они просто выложили там «Смольская правда», «Столько-то денег», «Такая-то газета», «Столько-то денег». И всё. О них узнали все. О них узнала вся профессиональная тусовка, о них узнали обычные люди, о них узнал бизнесиктор. Ну, это был скандал, это до сих пор скандал. Это было там в начале, по-моему, 2000-х годов. Вот это тот же способ. А мне понравилось. Возьми лидеров, полей хорошенько грязью, а тебе заговорят. Это... Но на них просто лидеры я и закончилась. Походу бы... По какая-то личная месть, может быть, что-то... Может быть, кто-то хочет оказаться на месте Влада Цыплухина, не знаю. Вот, ладно, Женечка, если ты будешь, ты будешь третьим, я поняла. Видишь, как мы сразу же решили все проблемы за один подкаст. О, прекрасно. Так что вот такой вот метод, но он тоже есть, и причём он используется иногда даже в рамках каких-то маленьких задачек, там, например, в теневом продвижении, ты хочешь срочно, тебе надо срочно кого-то засветить. И ты просто берёшь лидеров и опрокидываешь их, и как-нибудь на фоне вылезаешь. Это делается. Это не очень хорошо с точки зрения РАСО и Этического кодекса, нас поругают. Но люди становятся таким образом знаменитыми, таким образом прославляются вон всякие атипичные диджиталы, которые атипичны, действительно. Слушай, как раз вот давай мы к Блицу перейдём, потому что и конец уже передачи, и про этику поговорили. Что ты никогда не сделаешь в своей работе, вот в рамках этих этических норм? Я думаю, я не пообещаю того, что я не смогу сделать. Я с этим уже сталкивалась, когда у меня просят какие-то, например, конкретные большие цифры, а я знаю, что я их не смогу дать, я всегда говорю нет, потому что потом мне будет стыдно, некомфортно, и я думаю, что моё имя мне дороже. Хорошо. А какие книги ты порекомендуешь прочитать тем людям, которые только-только начинают свой путь в области СММ? Я думаю, что это серия книжек «Оттенгейт», которые бесплатные СММ, там что-то такое. Они очень по делу, очень классные, там есть что-то «СММ за 50 минут» или вот что-то такое. Это действительно уходит 50 минут, и ты знаешь всё, ну, так, голопом по Европам, но знаешь хорошие книжки. Если копать глубже, то недавно я читала «Язык новых медиа» Мановича, тоже интересно, но это такая теория-теория, ну, если хочется углубиться вперёд, вот. А какие сайты посмотреть? Коса, всеми любимая, я слушала твои подкасты, все сразу говорят «Коса», и я скажу «Коса», потому что «Коса» классный. Hot Digital, хабра-хабр, если вы что-нибудь поймёте. И если повезёт. Хорошо. А как ты думаешь, кто никогда не сможет стать успешным СММщиком? Я думаю, что не сможет стать тот, кто сам не сидит в интернете много. Чтобы заниматься продвижением в интернете, нужно быть одним из жителей интернета. Это отдельная культура, отдельный тип людей. Вот если вы там не сидите сутками просто для себя, вам не надо это вот прям совсем. Хорошо, я тут поставила себе галочку, и я ещё могу стать этим великим человеком. Хорошо. А какой ты главный совет можешь дать всем нашим слушателям? Решите, что вы хотите, и идите к своей цели. Это всегда работает, или почти всегда. Хорошо, Катюш, спасибо тебе огромное за выпуск. Каждый четверг на MediaFresh 18.00 мы слушаем интересные истории, интересные советы от лидеров отрасли. С вами была Екатерина Коннова. До встречи в следующей неделе. Пока. MediaFresh Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.com